Андрей Сколбергс, Ванагс, Ястреб, Перевод Любови Осиповой, читает Евгений Бразов-Брушковский. Впервые я увидел ястреба ранней весной, в самом начале мая. Длинистая полоса земли, которая совсем недавно называлась дорогой, в эту пору была сплошной лужей. Совсем было пересохшие летом ручьи, теперь шумели, бурлили, снося на своем пути мостки. В кустарнике местами еще белел снег. Только что прилетели галки и стаями бродили по вспаханным с осени бороздам. В огородах пока что пробилась наружу лишь одна аспаржа. Улдис вел машину с уловкостью канатоходца. Вел по лужам и, перепрыгивая через них и в объезд, проклинал меня и Бога. Меня за то, что уговорил его отправиться в эту куйдаль, а Бога за то, что не создал земной шар заасфальтированным. В четверти километрах от Крауев машине надоело нас возить. Она взвыла и принялась задними колесами взрывать ямы, пытаясь умаститься, как курица на гнезде. Потом и вовсе остановилась. Мол, дальше волочите свои монатки сами. Нашим глазам предстала Огре. Мощный мутный поток с белыми от пены порогами, с деревьями, которые неслись по ней, как торпеды. — Взгляни-ка на небо, человечея! — заорал Улдис и выскочил из кабины, вмиг забыв, что нам следует искать трактор. Улдис был истинным сыном природы, который волею судьбы родился и вырос на камнях рижских мостовых. Небеса были просто-таки воплощением покоя, цвета светло-синей эмали, а на них солнце. — А, ястребы! Стало быть, раздобывают цыплят! Должна же у этих птичек быть на воскресенье приличная еда! Ястребов было два. Медленно, как планеры, кружили они над ельником. Там, на другом берегу реки, были их собственные небеса. Кончилось половодье. Огра вернулась в свое русло, покорно позволяя переходить себя вброд в любом месте. Сюда, в этот глухой уголок, нет-нет, да и наезжают мои друзья поглядеть, как цветет черемуха и сирень, а они здесь зацветают одновременно, и попить домашнего пива. Полюбоваться видами, которые открываются на огорские заливные луга, поросшие ночной фиалкой, купальницей и куриной слепотой, на водопад, который в минуту взбивает пены намного больше, чем это может сделать миксер, взбивающий коктейли за целый час. А ранними утрами насладиться видом леса, окутанного туманной дымкой и ястребами, парящими над ними. Когда я по утрам выхожу во двор, они уже кружат, то над своими громадными елями, то чуть ближе, то чуть дальше. Но только я вижу их всегда и удивился бы, если бы когда-нибудь их не оказалось. В ясную погоду они летают так высоко, что отыскать их можно лишь по клёкоту, а в пасмурные дни низко, так что можно различить окраску перьев. Мне было немного стыдно, что я точно не знал, какой они принадлежат породе. Я все собирался привезти из Ириги какую-либо книжку по орнитологии, чтобы пополнить пробел в знаниях, но в сутолоке неотложных дел постоянно об этом забывал. Вот потому только я могу сказать, что птицы были большие, их распластанные крылья казались ничуть не меньше, чем у черного аиста, который иной раз прогуливался здесь по мелководью, ловил у самого берега гальянов и пескарей. Черный аист — птица пугливая. Я его никогда не встречал ближе, чем на расстоянии полсотни метров. Зато своих ястребов я мог наблюдать совсем близко. Однажды мы с Итой решили отправиться на другой берег в лес, над которым было воздушное царство ястребов. Нас интересовали ели. Отсюда, из Крауев, казалось, что им не менее тысячи лет. Лосиные трубки мы отыскать не сумели, поэтому пришлось продираться сквозь заросли, спутанные хмелем, береговой ольхи. Продираться долго и трудно. Когда мы вышли на луг, за которым начинался ельник, вся наша одежда стала мокрой от пота. Луговая трава доставала нам до груди. Нам хотелось кинуться в нее, как на мягкий ковер, и лежать, обратив лицо к небесам. Но тень и таинственность ельника нас манили больше. Внезапно над нашими головами появился ястреб. Он будто упал прямо из небесной лазури и стал кружить с недвижными крыльями. Ниже, потом чуть выше, снова ниже. Потом вдруг опустился совсем низко, так, что его клёк отрезал нам слух. «У Станислава двух цыплят унес», — сказала Ита. Станислав наш ближайший сосед. Славный, малый, как и все здешние. Его неловко было о чем-либо попросить, потому что он, обязательно выполнив просьбу, решительно откажется от платы. У него практичный крестьянский ум, отвергающий все неподлинное, наносное. Любовь горожан к земле, их восхищение природы казались ему примерно тем же самым, что и ношение на шее тесёмки с народным узором. Одним словом, хвастовством. «Хотел бы я знать, приветствует нас ястреб или проклинает?» «Отчаянный лихач этот ястреб! А ведь я в него могла бы запросто попасть!» У Иты второй разряд по стрельбе. «А ты, оказывается, жестокая». «Совсем нет, просто это факт. Но вообще-то ястребов следует убивать, а не хищники». Я написал по меньшей мере дюжину статей по вопросам охраны природы. Это мой конёк. Я взывал к людской совести, втолковывал, убеждал, вопил о справедливом возмездии. Я отыскивал загрязнённые водоёмы, клеймил тех, кто истреблял рыбу током высокого напряжения, писал о вырубщиках деревьев в прибрежных лесах Гауи и о тех, кто сжигает дубовые рощи. Потому без каких бы то ни было усилий принялся читать Ити лекцию о необходимости сохранять естественное равновесие в природе. Думаю, что эта лекция была вдохновенной. Жестокость и насилие всегда вызывали у меня отвращение. В лесу мы нашли борсучьи норы и поросшие кислицей окопы. Во время войны здесь проходила линия фронта. Благоухая свежим сеном, приближался праздник Лиго. В крауях меня ожидало сладкое густое сусло. Я должен был привезти для него дрожжи. Когда в мою рижскую квартиру явился Улдис, я уже укладывал рюкзак. — Ракеты есть? — спросил он. — Есть бочка, смола, дрова. — А как же салют? — Я думаю, что на Лиго никаких салютов не полагается. — Почему? Он уже тем временем рассматривал висевшее на стене ружье. Оно красовалось тут из-за своей инкрустации и вызывало зависть моих друзей, азартных охотников. Ружье было знаменитой бельгийской фирмы Франкотте. Едва я получил его в наследство от отца, как мои приятели сначала стали соблазнять меня деньгами, потом редкими книгами, акварелями Плите-Плите и картинами Либерта. А когда из этого ничего не вышло, принялись то и дело в разнообразных вариациях повторять пословицу о собаке и сене. — Патронов нет. Предугадывая, что собирается сказать Улдис, ответил я. — Все равно возьмем с собой. — Ну чего ты, блеститель порядка, патроны я добуду, заряжу пятым номером дроби и можешь сжарить по воробьям. И вскинув ружье на плечо, он отправился к машине. В праздничном веселье позабылось кое-что и поважнее, чем висевшее на стене ружье. Может, желание отсолитовать в честь Лигу кое у кого и появлялось. Ведь патроны у Улдиса были, только не было ни малейшей надежды их заполучить, ибо все выпили изрядное количество пива. Его на Янов день не отведает разве только тот, кому под страхом смерти запретил врач. Понемногу разошлись званые и незваные гости. На третий день загасили и огненный Янов столб, который строптиво дымя догорел до самого основания. Гостить остался один Улдис. Нацедив из бочонка последний бидон пива, мы расположились во дворе на травке. Вокруг нас варялась грязная посуда, сухие березки, венки, букетики Марьянника, пустые консервные банки, клочья оберточной бумаги. Наверное, во времена нашествия варваров на Рим была точно такая же картина опустошения и разрухи. «Двадцать», произнес Улдис. «Чего?» «Двадцать ведер воды, двадцать раз по семьдесят метров полтора километра. Да, колодец в Крауях довольно далеко. А в общем-то ничего страшного, когда подсчитаешь. Для Сибири эдакие расстояния настолько пустячны, что даже не отмечаются на картах генерального штаба. А для некоторых пройтись с полными ведрами под такими ясными небесами гораздо большее наслаждение, нежели сидеть и глушить выдохшееся пиво. Но, к сожалению, я не принадлежу к этим некоторым. Я тоже, поэтому бросим жеребий. При всякой жеребьевке возможно плутовство. Погляди-ка, твои ястребы угрожают чьим-то цыплятам. Почему я сказал цыплятам? Ведь у бригадира они унесли утку. Ястребы, гордо покружив над лесом, направились к заливным лугам и, спустившись ниже, стали высматривать добычу. Вот приедут из Риги толочане, всех пропавших уток, гусей и кур запишут на их счет. Будто в этих местах давным-давно перевелись лисы до сороки. Однако толочан нет, а в небе кружит ястреб, он и станет козлом отпущения, как говорится. Раз есть под рукой, стоит ли искать настоящего виновника? Твоя адвокатская речь не очень-то меня убедила. Я бы с удовольствием пальнул под твоим любимцем, как бы они летали пониже да поближе. Ну, а если я не позволю? Я убежден, что действительно не позволю. Мне? Не позволишь? Ну, так ведь это же кровная обида. Я бросаю тебе перчатку, которой в силу климатических условий у меня нет. Может, дуэль на шашлычных шампурах? Нет. Пять выстрелов по консервным банкам. Побежденный притаскивает в воду победитель, разводит огонь. Пожалуйста. Я стреляю хорошо. Охотники могут мне позавидовать, не только из-за того, что у меня есть ружье. Мы пошли в комнату. Я снял ружье, почистил, зарядил, тебе как владельцу отдается предпочтение, сказал Ултис, следуя за мной в отбор. Ружье было легкое, как игрушечное, и, однако, внушало мне какое-то странное смешанное чувство. Это, пожалуй, была и уверенность в себе, и ощущение власти. Хочу помилую, хочу казню, ястребы ястребы все еще кружили над тем самым лугом, но я уже смотрел на них иными глазами, смотрел, как на возможную добычу. Даже не пытаюсь оправдываться, ведь так оно и было на самом деле. Если бы какой-то ясновидец предсказал мне это, я бы стал решительно отрицать, стал бы доказывать, что раньше у меня никогда не проявлялась наклонность к убийству, следовательно, нет оснований думать, что она появилась у меня теперь. Улдис собрал консервные банки и нацепил в ряд на изгородь, отмерил шагами расстояние, провел каблуком линию огня. Днища банок блестели на солнце как зеркальце и ждали моей дроби. Блеск мешал целиться, и я все пытался найти угол прицела, приноравливался. Вдруг, нечаянно взглянув вверх, я увидел, что прямо на меня летит ястреб. Он еще находился на недосягаемом для выстрела расстоянии, однако приближение его было стремительным. Раз другой взмахнув крыльями застыл в воздухе, а затем стал планировать на меня как бы дразня и бросая вызов. Еще несколько секунд и он будет у меня над головой. Я машинально прикинул высоту и скорость полета и тут услышал азартное Улдисова «Стреляй!» победный ястребиный клекот и почувствовал удар ружейного приклада в плечо. Все в одно мгновенье. Я увидел, как ястреб вздрогнул, словно в стремительном беге, внезапно ударился о невидимую преграду. В местах, куда попала дробь, темные верхние перья раздались, обнажив нижние светлые. Ястреб стал покачиваться и, пытаясь уйти, делал отчаянные порывистые взмахи, но правое крыло больше не слушалось и птица быстро теряла высоту. Повернув против ветра, ястреб медленно потянул к лесу. Так во время войны со жгутами дыма на хвосте тянет на свою сторону к своим подбитый самолет. Казалось, ястреба больше всего сокрушало, что это его последний полет, что больше ни одного не будет, что это наивысшая точка, откуда он может оглядеть в последний раз землю. И летит он медленно, потому что хочет продлить этот последний полет. По лугу за ним бежал Улдис, понимая, что ястреб вот-вот упадет. Я стоял с ружьем у дома. до меня только сейчас дошло, что я бессмысленно убил птицу. Убил ради самого убийства. Хотелось найти оправдание своему поступку, и я нашел первое попавшееся на чучело сгодиться. Но что за чудеса? Ястреб все еще держался в воздухе. Улдис остановился и теперь только следил за ним взглядом. Когда ястреб достиг леса, лед его был уже на высоте девяти метров. Скрылся он в чужом ельнике. Свой, где находилось его гнездо, был намного дальше. тем временем второй ястреб, встревоженный недобрым предчувствием, не страшась ни меня, ни Улдиса, мчался прямо через крауи в этот чужой ельник к своему подстреленному товарищу. Мне хотелось накричать на Улдиса, что это он своим выкриком подбил меня на выстрел. Однако в человека я не стал бы стрелять. Кто знает, и, возможно, жажда власти над людьми та же самая охотничья страсть, только в своем крайнем выражении. Могу ли я после всего случившегося считать себя человечным? Здорово попал, молодец, сказал Улдис. Чего это ты надулся? Пятый номер дроби даже утки иной раз не берет. Не горюй, сдохнет. Перья изрядно сыпались. Пошли за водой. Неуж ты в самом деле переживаешь? Вот дурак! Как-то в гостях меня одна тетушка подколола, дескать, у Жения рыбы варварское занятие, а сама меж тем тресковую печень трескала. Я проснулся среди ночи. За окном шелестел листвой сиреней ветер. Я не мог понять, что меня разбудило, ведь обычно я сплю крепко. тут со стороны леса, в котором исчез раненый ястреб, послышался крик «Кли! И Ли!» Последнее «И» было печальным и протяжным. Неужто он? А может, какая-то другая ночная птица кричит? Подумал я и повернулся лицом к стенке, стараясь не прислушиваться. Но несмотря на старание, слух мой сделался чутким и напряженным, он снова и снова улавливал длинное печальное и сна, как не бывало, покое тоже. Снова и снова раздавался печальный тягучий крик «Мольба сострадания!» Не обвинение, а мольба. От этого на душе становилось еще тяжелее. усилием боли пытаюсь заснуть. Встаю и закрываю окно напрасно. То ли это в моем обостренном воображении, то ли наяву, но крики не утихают. Во мне пробудилось чувство вины и долга, сложное, потаенное чувство. Вряд ли я решился бы рассказать это кому-то. Мне было стыдно, потому что я приобрел бы славу размазни. Я тихонько оделся и вышел во двор. Кли ли может я найду его, может спасу. Это не был голос разума. Разум бы сказал отправляйся ко в свою берлогу, ничего ты не найдешь. Лес велик, а ночные звуки быстро крылы, потому и кажутся близкими. Кли спасите. У меня не было времени искать тропинку. Я продирался через заросли. Сухие еловые ветки цеплялись за одежду, кололи, рвали, царапали, но я устремлялся вперед и вперед. Времени у меня не было. Мне нужно найти его до того, как он перестанет кричать. Но крики становились все реже и реже и, наконец, совсем затихли. Я сел на кочку и стал ждать. Может, снова закричит, но тщетно. На следующее утро и потом еще несколько дней к ряду я с надеждой смотрел на ельник. А вдруг раны у ястреба зажили и он появится над лесом. Эта надежда увидеть его едва не стала для меня привычкой, но понемногу она угасла, как угасает всякое желание, как угасло страстное желание, чтобы меня простили, ибо прощать могут только живые. Осенью Улдис, проклиная меня и Бога из-за дождливой погоды, снова приехал сюда за вещами. Их нужно было перевезти в Ригу. — Ну, написал рассказ? — спросил он меня. — Какой рассказ? — О подстреленном ястребе. — О ястребе. Ах, вот ты о чем! — вспомнил я. — А есть ли смысл писать всего лишь о том, что больше над лесом не летают ястребы? с латыши. — латыши. — латыши. языке опубликовано в 1974 году. В русском переводе опубликовано в заборнике латышских рассказов о старой доброй земле и о море. Издательство Алисма, Рига, 1976 год.